последнее время я выпустил несколько фильмов посвященных берестяным грамотам 10 12 веков которые обнаружены преимущественно в новгороде но также еще в 12 русских городах исключая киев и киевскую русь я показал вам и имена людей которые жили в те времена и показал что люди эти были бесконечно грамотными еще академик я не академик залезняк он кстати первый это заметил они удивлялись тому что в десятом веке на руси русское население не то что говорила на чистом русском языке то есть писала по крайней мере на чистом русском языке но главное что она при этой письменности не допускала ни одной орфографической ошибки я составил целый словарь вот этих древнерусских слов они абсолютно такие же как сегодня с нескольким налетом древности которому быстро привыкаешь читается очень легко как будто ты читаешь сам свои записи которым всегда привык нет там никакого церковно-славянского языка и нет там никакого языка который нам преподавали и навязывали якобы исторические там 17 16 века вот то что у нас было в 17 18 веках и в 19 даже это все было смесь того нашего родного древнерусского языка того и сегодняшнего вот этих двух языков одинаковых абсолютно плюс немецкая гадость которая пришла с екатерины второй и со всеми этими романовыми вот они говорили на немецком и говорили на русском а в результате получился церковно-славянский который нам и предполагалось предписывалось взять себе в какие-то прото языки которые якобы существовали в нашей истории так вот всегда был вопрос в том каким образом проистекало обучение в те 9 10 11 12 века никто из ученых так и не смог предложить никакую версию я кстати тоже этой версии не знаю самое главное что все те кто изучали эти берестяные грамоты четко понимали что никакая церковь этими написаниями не занималась более того в 10 12 веках церковники если и существовали это тоже такая выдумка знаете какая колоссальная допустим если они существовали то они были предельно безграмотны предельно безграмотны и заказывали свои почеркушки то есть там письма еще там чего-то ну какие-то свои рабочие документы у гражданских лиц которые за деньги им оказывали такую услугу и вот об этом как раз наши академики я не залезняк я сейчас не помню кто из них они писали и говорили об этом в открытых своих лекциях а кстати почему у нас были такие безграмотные жители вот всех этих монстрей и различных этих храмов почему потому что если они тогда и существовали то в них всегда ссылали военных которые на какой-то войне убивали людей то есть человек который убил большое количество от одного человека начиная и дальше людей он уже становился непригожим для жизни в нормальном обществе я кстати много раз в этом убеждался у меня друг детства ушел в афган туда такие знаете очочки короткие штанишки думаю что он будет там лекции читать по культуре народов ссср а оттуда пришел уже просто заядлым убийцей который спал и видел только как ему сходить на ту или иную войну как бы ему там кого-нибудь поубивать он даже там в афганистане когда засыпал это он не сам рассказывал он прежде чем уснуть он не мог уснуть он врубал свой пулемет и долбил по кишлаку или что там внизу них там было пока не успокаивались его нервы вот какая была и какая сегодня и какая во все века происходит трансформация с мужским организмом человека поэтому их всегда таких людей которые становились даже защищая родину становились убийцами их всегда ссылали те самые монастыри или храмы и там они уже привыкали к некоторому такому покаянию то есть их судили за убийство несмотря на то что они защищали свои народы и их уже удаляли из человеческого общества чтобы они не убили ненароком там с пьяну или с веселую или просто не рассчитали силу потому что убийцами становились все-таки люди которые были сильны вот они шли в монахи в монастыри но это никак не было связано ни с каким крестьянством и ни с какими религиями это просто был отстойник людей которые много нагрешили кстати слово грех переводится как суд то есть они были осуждены вот сегодняшние которые осуждены они все у нас получается грешники и я грехи которые отпускают ватикан или когда исповедуешься там кто-то тебя отпускает вот это тоже как бы тебя прощают что ты там подвержен был суду но вот такой состав папа типа посудил на свой взгляд решил что ты не виновен услышал от тебя покаяние сказал тебе все ладно эти отпустил грех то есть не будет тебя никто судить иди спокойно а сам там позвонил кому-то или стукану кому-то что мол ладно он такой парень хороший давайте его судить не будем все не преследуйте его вот такая короче ситуация во все времена так вот естественно эти вояки они естественно были безграмотным потому что либо ты копьем машешь и протыкаешь людей убиваешь либо ты все-таки детьми занимаешься обучением ими раньше обучением людей занимались женщины и все-таки вот сколько академики и другие ученые изучали эти берестяные грамоты все-таки пришли к тому мнению что основным элементом через которого передавалась грамотность на руси были женщины они во первых были сами грамотные и естественно детей они воспитывали в грамотности также как у нас сегодня потому что я думаю многие со мной согласятся что детьми больше семьях занимается все-таки мамы молодые мамы может быть и там бабушки помогают но самое главное что это школьная пора пока ребенок учится он все время со своей этой школы висит на плечах мамы и в большинстве случаев мамы и занимается образованием ребенка я например честно могу признаться я ни разу не был ни на одном родительском собрании и с трудом но один раз я просто спросил уже потом после школы в какой школе моя дочь училась и знаю примерное направление где и в каком городе это было все больше я о школьной паре я вообще больше не знаю даже мне как-то осенило что у них ведь должна была быть математика а я спрашиваю уже потом когда у меня дочь уже закончил институт я у нее спрашиваю а была в школе у вас математика была я в отчет у меня ни разу не спросила у нас что еще кто-нибудь семье знает математику она говорит да вот мама знает ну для меня это было открытие конечно ну вот так вот ее школа мимо меня прошла и я сейчас как на духу вам говорю что мужская часть населения она всегда вот так относится но может быть сейчас кто-то со мной не согласится у них по-другому это как говорится ваше право но в большинстве случаев особенно в те тяжелые годы когда приходилось в поле пахать там работать вот например я тому же деду помогал это все время ты вне дома либо косишь либо возишь либо с лошадьми там и либо ну и ночью там приходишь какие нафиг дети кем там ковыряться а уже день то прошел уже надо за скотину там устроить куда-то на постой на ночной чтобы утром опять готовится ехать опять туда же убирать это сено или там что-то другое так вот поэтому детьми занимались скорее всего матери школ до сих пор не обнаружено и либо их нам не предъявляют и не говорят что тогда в десятом веке у нас существовать школа представлять это какой будет колоссальный удар по библейской доктрине что мы там все из африки вышли и только пришли вот к тому времени на русь а вдруг мы пришли уже со школами окажется сейчас никто даже не хочет воспринимать из библеистов и православных то что у нас дети у русских у язычников дети были намного образованнее чем у православных кстати и сейчас даже та же фигня происходит когда у нас советский период был мы были практически язычниками потому что у нас были кумирами ленин сталин маркс энгельс то есть люди которые стали полу богами но реально то они были в реальности такими божествами так скажем среднего разлива то есть нормального разлива а вот когда сейчас пришло свое это христианство мы стали сразу в несколько раз тупее я имею ввиду вся популяция и уже нам нормальный экзамен заменили какими-то дурацкими тестами американскими и я в очередной раз вспоминаю крупного актера американского когда они в каком-то фильме летели над проливом там около трои около стамбула над этим проливом и этот герой который летел спасать своей дочерью президента он сказал что вон видишь под тобой пролив и город называется стамбул девочка которая закончила институт к этому времени еще что-то она чуть не упала в обморок а сказал папа откуда ты это знаешь вот вот какая какой был шок и вот у нас сегодня примерно такой шок к сожалению иногда попадаются комментарии я понимаю что человек уже стал некоторые люди стали тупее роботов роботы хотя бы могут как алиса там повторять какие-то вещи откликаться на какие-то запросы а тут уже как бы люди только одну фразу выучили чего куришь чего куришь чего куришь но вот что-то типа этого и повторяя 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 вот и друг у друга они только могут ее понимать и перетранслировать следующим комментариям другого они уже к сожалению не могут так вот возвращаясь к нашим драгоценным женщинам которые естественно выступали преподавателями учителями своим детям ну естественно всем детям все женщины передавали свои знания в том числе и насчет ошибок сегодня кстати тоже девушки гораздо более безошибочно владеют русским языком чем например ребята в том же классе ну девушки как-то внимательно у них какая-то природная обязательность к этому они стараются ошибок меньше делал даже в разы меньше это вот женская натура и поэтому я сейчас в этом фильме продолжу уже с упором на женщин потому что тут недавно состоялся очень интересный такой фестиваль где наш журнал президент выступает традиционным партнером вы увидите там картиночки на все время мелькают так вот этот фестиваль этот конкурс он проводился среди мам нашего российского пространства там были маму которых и по одному ребенку а были у которых и по четверо детей даже пятеро по моему была самая такая героиня даже была одна бабушка уже и все они естественно красиво перемещались по сцене сделали определенные шоу и вот среди всех этих мам нашлась так мама который живет в новгороде в столице этих берестяных грамот который естественно знает об этих берестяных грамотах то что ей и положено знать как образованному человеку она работает на местном телевидении на новгородском хорошо владеет языком умеет правильно общаться золотая просто мамочка она со своим этим кокошечком красавица просто не писаная или писаная не знаю как здесь лучше применить и мы сделали с ней интервью на различные вопросы в том числе сделали упор вот об этих берестяных грамотах которые естественно она видела сама присутствовал на этих раскопках и вся эта археологическая деятельность продолжалась и осуществлялась на ее глазах поэтому даем ей слово а на фоне нее будут идти эти картинки этого конкурса поэтому не удивляйтесь просто наблюдайте за нашими женщинами какие они красивые мне зовут оксана сас город великий новгород я ведущая новгородского областного телевидения директор конкурса миссис великий новгород поэтому я не случайно сегодня пришла я самый активный участник фонда планета женщин 2009 года и очень люблю маркину алу юрьевну скажите пожалуйста вот древность великого новгорода она оспаривается какими-то силами которые никакие источники историки не оспаривают историю великого новгорода единственное она дополняется и пополняется теми раскопками и находками которые сейчас происходят в городе сейчас раскопали большую улицу очень красивую и как раз таки если вы приедете великий новгород и вы можете попасть на раскоп и увидеть ту дорогу те бревна по которым ходили древние новгородцы но мало того эти новгородцы что-то писали они были абсолютно грамотными до до сих пор находят берестяные грамоты писали не только взрослые но и дети рисовали наш известный амфимка из великого новгорода которого очень любят рисовать дети и очень много об этом знают также у нас сейчас проходит очень активно мюзикл садко это большой интересный мюзикл под открытым небом там задействованы самые популярные артисты и талантливые города поэтому мы приглашаем всех москвичей на этот вот мюзикл садко от великого новгорода новгородская земля очень уникальная и те природные культурные слои которые там находятся еще таят много уникальных находок но с одной стороны некоторые ученые говорят что если мы это будем раскапывать это все теряет да свое и лучше бы оставить многие слои под землей для наших поколений для наших потомков которые возможно будут оснащены другой техникой уже будут совершенно по-другому оценивать те находки хотя находки то же самое говорят что каких-то уникальных выдающихся уже не находят то есть находят какие-то уже довольно таки известные какие-то предметы быта наших новгородцев у нас есть магдебургские ворота на софийском соборе которые во время великой отечественной войны были вывезены по моему в германию и потом возвращены поэтому великий новгород был сожжен полностью все ценности да 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 все которые пытались стереть с лица земли конечно российскую историю религию и российский народ вы же знаете что сейчас псковской области новгородской области находят останки погибших во время великой отечественной войны истерзанные и мы конечно новгородцы в ужасе от того что рассказывают очевидцы да вы наверное видели буквально прошлой неделе по первому каналу был сюжет о том что беременную женщину во время войны разрезали живот и да вы видели это это просто трагедия это просто трагедия я участвовала в 2009 году я уже мама троих детей и сейчас я просто организатор конкурса в великом новгороде и наши участницы приезжают сюда поучаствовать конкурсе месяц россии все-таки берестяные грамоты скорее всего достоверный артефакт потому что их полторы тысячи даже больше и куда-то засунуть под какие-то слои а потом где-то обнаружить вы представляете как это сделать такую подделку полутора тысячи кратного формата это очень сложно невозможный сомнений нет в подлинности берестяных грамот которые находятся на территории великого новгорода я разговаривал с археологами мне юлия леонидовна щапова ведущий археолог знатный такой археолог с огромным стажем она мне говорил что нет она сама была студентка все это раскапывала еще в те пятидесятые годы и говорит нет сто проценту не подделка да там сложности есть в прочтении но сам факт обнаружения это достоверность стопроцентная